Телеканал Улправда ТВ представляет итоги дня в студии Дарья Сударева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Коронавирус по-ульяновски. Боятся ли горожане инфекции, как защищаются и где турагенты советуют отдыхать. Лужи, грязь и беспредел в больницах. Морозов отчитал министров за жалобу ульяновцев в соцсетях. Воспитать руководителей и помочь людям. Работу центров занятости обсудили на УАЗе. После выпуска материала Улправда ТВ на Куликовке начали оформление земельных участков. Переформатирование службы занятости и работа с кадрами. Как работают с искателями и что требуют с руководителей предприятий, узнаете в материале Виктории Черковой. Привлечь молодых специалистов и обеспечить им комфортные условия труда. Эти и другие вопросы обсудили на заседании коллеги агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Мероприятие провели на Ульяновском автомобильном заводе, где, кстати, набирают рабочие руки. А для того, чтобы работодатели и соискатели быстрее находили друг друга, необходимо наладить работу служб занятости и научить руководителей заботиться о своих подчиненных. Воспитать всех работодателей с точки зрения социальной ориентированности, в том числе, чтобы у нас была забота о человеке, чтобы мы дошли до каждого и никого не оставили без внимания. Нам необходимо стимулировать работодателей к привлечению на работу выпускников, причем не только высшего образования, но и после окончания и получения среднего образования. Центры занятости уже работают по методу открытого отбора. То есть работодатели могут знакомиться с претендентами на вакансии на семинарах, а не только на собеседованиях. Специалисты центров занятости помогают соискателям не переживать и представлять себя в выгодном свете. Также они работают и с начальниками предприятий. Вскоре за кадровой обстановкой будет следить трехсторонняя комиссия. В ней будет задействован аппарат правительства, директора предприятий и активисты профсоюзов. Также рабочими делами занимается комитет лидеров. Данный комитет – это трансформация Совета лидеров по обеспечению кадрами отраслей экономики, который начал функционировать у нас с прошлого года. Мы три заседания провели, активную заинтересованность, работодателей в таком взаимодействии увидели. Управление Федеральной службы судебных приставов и Агентство трудовых ресурсов заключили соглашение. Теперь приставы будут присылать кадровикам информацию о безработных плательщиках алиментов. Службы занятости, в свою очередь, помогут этим людям найти свою работу и стать законопослушными гражданами. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. В регионе продолжает работать система «Инцидент-менеджмент», которая направляет жалобы ульяновцев из соцсетей напрямую к ответственным лицам в правительстве области. Но не все послания получают удовлетворительные ответы. На последнем аппаратном совещании губернатор зачитал министрам недопустимые случаи, о которых сообщили жители области. На аппаратном совещании, которое проходило у Радищева, губернатор Сергей Морозов обсудил выполнение программы «Инцидент-менеджмент». С помощью этой системы власть напрямую получает жалобы ульянцев из социальных сетей. Глава области возмутился тем, что не все обратившиеся получают удовлетворительные ответы. Одна из самых волнующих тем – состояние дорог и тротуаров. Особенно этот вопрос касается Ульяновска и Димитровграда. Руководство городов не понимает, что именно в такое период времени всегда традиционно погода днем тает, вечером подмораживает, в результате образуется гололедица. И буквально 2-3-5 человек всего лишь перемещаются по городу, рассыпают таким вот слоем толстым, бескосоленную смесь. Однако это не улучшает положение. В результате образуется много грязи. Напрямую с этим вопросом связано состояние тротуаров. Губернатор так и не добился ответа от министерства ЖКХ. Скажите, что министерство сделало в прошлой неделе для организации качественной работы, чтобы не было жалоб от людей? Мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что жалобы людей есть и будут, но от них становится меньше гибридов. И в этом тоже есть качество нашей работы. Еще одна проблема – подтопление. Губернатор отметил, что ни в Ульянске, ни в Димитровграде этому вопросу не уделяют внимания. Глава области поручила незамедлительно заняться решением указанных проблем. Часто поступают жалобы на состояние здравоохранения. Особо возмутили губернатора два случая. Пациент не может записаться три недели на прием к офтальмологу. В ответ одни отписки. Во втором случае 82-летней женщине вначале отказали от госпитализации, а потом поместили в ужасные условия. И говорили, что будет только хуже, если она пожалуется. И таких вот безобразий в наших больницах, на которые мы направляем огромный финансовый ресурс. Не срываем заработную плату. Ремонтируем, так сказать, за огромные сотни миллионов рублей, так сказать, эти объекты. Я еще раз обращаюсь к министру, вы вообще там с головой-то дружите все? Вы почему не сядете и с главными врачами-то не обсудите? Сергей Морозов поручил вынести обсуждение этих случаев на заседание медицинской палаты области. Все озвученные проблемные ситуации губернатор взял на личный контроль. Егор Титов, новости Управда ТВ. Все внимание мира приковано к коронавирусу. Несмотря на официальную статистику, многие люди в панике. Масло в огонь каждый день добавляют злоумышленники. Как отличить правду от фейка, боятся ли ульяновцы заразу и что знают о профилактике, выясняла наша коллега. Коронавирус обернулся для кого-то хайпом и способом заработать деньги, а для кого-то реальной угрозой. На днях тысячи россиян, в основном жители столицы, получали голосовые сообщения в мессенджерах и соцсетях. Женский голос по ту сторону вещал. В Москве уже 20 тысяч зараженных. В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках, не ходим в места скопления людей, никуда не ездим, бережем друг друга, бережем наших близких. И запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины. Цель кибератаки, конечно, посеять панику и хаос. К счастью, многие смогли отличить фейк от реальной информации. На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 6 случаев заражения. Два пациента уже вылетелись, 4 человека сейчас находятся на карантине в Казани и Москве. В Ульяновской области с конца января в зону рисков попали чуть больше 40 человек. 33 человека с наблюдения сняты. 11 пациентов, среди них 6 человек, прибывших из Италии, 5 из Китая, пока остаются под контролем врачей. Как заявляют в официальных источниках, на данный момент больных коронавирусом в регионе нет. Прибывших в российские аэропорты и вокзалы пассажиров проверяют тепловизорами. Не предъявляют никаких жалоб. Они просто были в неблагополучных территориях. Это Китайская народная республика и, конечно, Италия последняя. То есть нет такого обоснования для жителей нашего города, нашей области о том, что у нас на территории города Ульяновска есть случай заболевания коронавирусом. Признаки коронавируса схожи с симптомами ОРВИ и ОРЗ. Все может начаться с обычного кашля, головокружения, постепенно перейти в боли в области грудной клетки, температуру, расстройство, желудка и тошноту. Однако областной Минздрав призывает население не паниковать и заниматься профилактикой. При первых симптомах недомогания, не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью. К тому же сейчас в регионе эпидемический порог заболевания ОРВИ среди взрослого населения превышен на 70%. Неспечительная профилактика – это проветривание помещений нужно через каждые два часа, периодически проветривание помещений, ношение масок. Правильное ношение масок заключается в том, что каждые два часа их надо менять, избегать скучности помещений и не посещение массовых мероприятий в период ОРВИ. И также это неиспечительство, то есть закармливание организма и прием витаминов, поливитаминов. Тем временем в ульяновских турагентствах поток посетителей не уменьшился. Горящие туры по-прежнему пользуются популярностью. Снизился спрос лишь на раннее бронирование. Коронавирус, заявляет нам директор одного из турагентств, не влияет на продажу, а лишь меняет ее структуру. Люди боятся не самого вируса, а мероприятий карантинных. То есть в Европе закрываются многие музеи, вот кто слышал, и другие какие-то крупные мероприятия, выставки. Там вирус никого не пугает, из моих туристов. Еще такой момент, люди боятся, что по приезде их могут посадить на карантин. Особо обеспокоенным, но планирующим отпуск в ближайшее время туроператоры советуют тихие страны, например, Кипр или Болгарию. Как считаете, стоит бояться вообще ульяновцев, в том числе? Дойдет до ульяновского коронавируса? Ну, насколько мне известно, около половины людей, которые им заболели, они выздоровели тем, что просто подавляли симптомы заболевания. Соответственно, умирали от этой болезни в основном старые люди или наоборот маленькие. То есть я думаю, что грипп этому миру куда больше проблем принес, чем коронавирус. Бояться не боюсь, но стараюсь руки мыть. А что знаете о коронавирусе конкретно? Ну, что, что передается. Вдруг от человека ты, от человека. Считаете это опасным? Нет, стоит ли опасаться ульяновцам в том числе? Ну, меры предосторожности нужно соблюдать, а паники нет. А какие меры предосторожности? Руки с мылом мыть, лицо, нос. Каждые 15 минут выпивать по глотку воды, чтобы горло было постоянно влажным. То есть вы так делаете? А как же. А как еще? Вообще стоит вам беспокоиться в целом ульяновцам этому вирусу? Нет, он и нет. Говорят, что дошло до Москвы. Но вы верите в это? Ну, как сказать, ну, погибло очень много людей от этого заболевания. А вы паникуйте сами? Вам страшно? Ну, не очень. Но все равно заболевание страшное. Опасаться надо всем. Профилактические меры еще никто не отменял. Ношение в местах скопления народу масок обязательно. После того, как присутствовало где-то в скоплениях массовых людей, прийти обязательно нужно умыться, обработать нос, руки. С мылом дважды можно, со спиртосодержащими препаратами. Рината Леолова, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ. В Ульяновской области продолжается разработка поправок в главный документ региона – устав. В частности, начались консультации с фракциями и бесфракционными депутатами областного парламента. Члены рабочей группы встретились с Андреем Седовым и Матвеем Володарским. Попросили внести изменения в понятие ответственности депутата, в понятие взаимодействия с общественной палатой. Но это все пока на рабочем уровне. Но тем не менее, рабочая группа пообещала рассмотреть все наши предложения. Программа «Среда» нашего телеканала рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются ульяновцы в поседневной жизни. Ремонт, благоустройство, разбитые дороги. После последнего выпуска проблема разрешилась. Какая, расскажет Павел Половов. В конце февраля на телеканале Улправда ТВ вышел очередной выпуск программы «Среда». Мы рассказали о проблеме жителей микрорайона Куликовка, города Ульяновска. 25 лет назад наша героиня Светлана приобрела дом по договору купли-продажи. Только вот выяснилось, что земельного участка под ее домом не существует. В проведении слушаний помог суд. Суд, куда мы обратились, чтобы нам провели публичное слушание, как бы мы выиграли. Долго очень готовились к публичным слушаниям, все как положено. То есть я собирала подписи соседей всех, что как бы они не против. Несмотря на положительный результат публичных слушаний, в оформлении участка снова было отказано. После выхода нашего материала ситуация сдвинулась с мертвой точки. Продвижение дела кардинальным образом поменялось. И теперь есть основания продолжать процедуру оформления земельного участка. То есть они внесли изменения в правила землепольной застройки, которые позволяют дальше оформлять земельный участок. Светлана пытается оформить участок под домом уже 5 лет. По прогнозам юриста, впереди при благоприятном развитии событий еще 3 месяца. Но угадать все подводные камни законодательных и подзаконных актов никто не в силах. Кроме того, проблема Куликовки в целом еще не решена. Улправда ТВ следит за ситуацией. И мы всегда готовы помочь вам в любой вашей беде. У вас есть что нам рассказать? Делитесь своими историями и проблемами. Телефон редакции 8 84 22 30 17 70. В Улгу открылась региональная спартакиада профсоюзных организаций. В первый день соревнования поделились лучшие команды по волейболу. Наша съемочная группа побывала в спортивном зале. В спортивном зале 3-го корпуса Ульяновского государственного университета было шумно и людно с раннего утра. На открытие спартакиады профсоюзных организаций Ульяновской области, посвященной 115-летию со дня образования профсоюзов, приехало 16 команд с разных организаций города и муниципалитетов области. Официальная часть началась с построения и приветствия всех участников. Мы рассчитываем, что люди получат удовлетворение, где более погода налаживается, солнце светит хорошо, я думаю, с утренней снег растает. И мне бы желать, хотелось бы, участникам счастья, добра, здоровья. И главное, олимпийский принцип, главное участие, а победу получит сильнейшую. Концертными номерами гостей праздника поздравили руководитель ансамбля «Возрождение» «Загоранская Наталья» и народный коллектив циркового искусства «Орхидея». Затем, перед самым началом соревнований, инструкторы фитнес-клуба «Ультра» провели разминку для спортсменов, участников и гостей праздника. Травмам и растяжениям было не место на турнире. Я считаю, замечательно, что сейчас стала возрождаться спартакиада профсоюзных организаций, как это было раньше, в том числе и в советское время, это очень важно. В первую очередь, я считаю, это объединяет людей. Второе, сегодня в профсоюзах есть такой проект здорового жизни, как раз это наглядная демонстрация проекта здорового жизни. Почему? Потому что люди, сотрудники всех профсоюзных организаций тренируются и готовятся. То есть это хороший стимул поддержки себя в хорошей спортивной форме. После долгой и упорной борьбы, радости побед и горечи поражений, первое место завоевала команда механического завода. Второго места удостоилась сборная профсоюзных организаций Меликевского района, а третье досталось молодой команде Ульяновского технического университета. Напомним, спартакиада продлится до 30 мая. Завершатся соревнования легкоатлетической эстафетой. Новости Улправда ТВ. Несколько десятков лучших бойцов Федерации ММА Ульяновской области выясняли отношения на областном чемпионате и первенстве. Турнир прошел в манеже спортивной школы атлет, что на верхней террасе. По результатам соревнования поделились обладатели путевок на чемпионаты первенства Привожского округа. Региональные чемпионаты первенства по ММА из-за карантина по гриппу перенесли на неделю позже. Однако это нисколько не сказалось на подготовке спортсменов и уж точно не на качестве и зрелищности поединков. В областной федерации ММА прибавилось членов, и новичкам хотелось доказать, что они здесь не зря. Желаю всем без травок, чтобы было, ну и удачи в первом плане. Уже с первых поединков стало понятно, что компромиссов не будет. Места в сборной Ульяновской области ограничены, и тут простой прогулкой не обойдешься. Тем более, что на носу чемпионаты первенства по Волжьям. Основная часть боев завершилась досрочно. В финалах ребята колотили друг друга так, что порой казалось, они заклятые враги. В жизни же получалось иначе. Например, финальный поединок двух 16-летних представителей клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре Алексея Шестопалова и Олега Тилицина получился показательным. Выиграл более опытный Шестопалов. Он буквально вколотил своего одноклубника в канвас, а потом взял на болевой. Но ему для этого понадобилось полтора раунда. Неожиданно быстро закончилась схватка Димитровградца Артема Канунникова и представителя «Пересвета» Трофима Мемишева. Бойца из города «Атомщиков» позиционировали как нокаутера, но уже через 15 секунд он сам был послан в нокдаун. После чего жителю села Чувашская решетка Барышевского района не составило труда победно завершить этот бой болевым на руку и завоевать для своего клуба еще одну путевку на ПФО. Всего же барышцы увезли с этого турнира семь медалей, а зрители и организаторы турнира были впечатлены уровнем бойцов и зрелищностью поединков. Все поединки, которые проходят, намного ярче и намного зрелищнее, чем профессиональные поединки. Уже в ближайшие выходные сборной Ульяновской области из 16 человек вместе с тренерами отправятся в Пензену чемпионаты первенства в Приволжского округа. Учитывая тот уровень, который спортсмены показали на региональном турнире, руководство Федерации надеется на хороший результат. Ульяновские писатели отметили Всемирный день писателя. В этот же день была презентована долгожданная книга «Симбирская пристань». На праздничном вечере побывала Ирина Антонова. Свой профессиональный праздник члены Ульяновского регионального отделения Союза писателей России отпраздновали во Дворце книги. Сегодня в региональную писательскую организацию входят 46 поэтов и прозаиков. Я надеюсь, что из сегодняшнего поколения писателей тоже наши поэты и писатели останутся в истории. По крайней мере, мы передаем эстафету новому поколению, эстафету горения литературой, любви к русскому языку, любви к своей отчизне, к родине. Главным событием праздничного дня стала презентация книги «Симбирская пристань» – сборник поэзии и прозы ульяновских писателей. Как было отмечено самими участниками вечера, сборник является своеобразным литературным отчетом за последние 20 лет. Трудно он рождался, споров много было, как выстроить, какую-то главную линию провести. Наверное, это всегда сопутствует любому сборнику, любой книге. И тем не менее, все формальности были, конечно, соблюдены, все выстроилось. Также в книге представлена краткая биография каждого автора. Своеобразный справочный материал для библиотек и любителей литературы. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ. 5 марта в Ульяновской области ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер юго-восточный – 5-9 метров в секунду. Температура днем составит плюс 1 градус. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18, 30, 20, 30 и 22, 30. А также на информационном портале ulpravda.ru 18.50. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok